Противомикробные препараты Противомикробные препараты требуют осторожного обращения. Ну, действительно, проблема правильного использования антибиотиков, правильного их применения, она сейчас действительно стоит достаточно остро, особенно вот в нынешний год, в нынешнее время, во время борьбы с коронавирусной инфекцией, тоже об этом, конечно, не стоит забывать. Зачастую люди просто не знают, как принимать антибиотики, противомикробные препараты, они не знают, какими они бывают, в каких случаях показаны, а в каких случаях противопоказаны и даже могут нанести существенный вред организму. Ну, вот на эти и другие вопросы, потому что проблема достаточно обширная, проблема много включает в себя различных аспектов, да, и подводных камней, как говорится, ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с сегодняшними нашими гостями, экспертами. У нас сегодня в студии Николай Дмитриевич Баженов, проректор по лечебной работе Тверского медицинского государственного университета. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Александрович Петрушин, врач-анестезиолог, заведующий реанимацией областной клинической больницы. И Александр Сергеевич Раздорский, главный врач областного центра по борьбе со СПИД, главный внештатный эпидемиолог Тверской области. Андрей, здравствуйте. Спасибо, что к нам сегодня пришли. И, наверное, сразу к вам первый вопрос, вот та самая объявленная неделя борьбы, вернее, профилактики правильного применения противомикробных препаратов. Вообще, насколько остро стоит проблема сейчас на данный момент применения противомикробных препаратов, да, и чем было обусловлено, на ваш взгляд, вот проведение вот той самой недели, в которую мы сейчас вот вступили, 18 ноября? Да, я очень рад сегодня присутствовать в этой студии, тем более, что тема крайне актуальна. И неделя правильного применения противомикробных или антибактериальных препаратов, она, собственно, возникла, потому что эта проблема, она стала достаточно остро обстоять ввиду того самого неправильного применения антибиотиков. То, что это влечет и чем это опасно, мы дальше скажем. Но, в принципе, с первого дня появления противомикробных препаратов люди получили хороший ресурс в борьбе с инфекцией, вызываемой бактериями. Но и бактерии сами по себе, не оставаясь статичными, неизменными, они приспосабливаются, как и любой живой организм, они приспосабливаются к действию антибиотиков. Поэтому бесконтрольное, неправильное применение антибактериальных препаратов приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость к тем или иным препаратам. И в итоге мы сталкиваемся с проблемой не только в нашей стране. Эта проблема актуальна для всего мира, не только для людей, но и для животных, потому что микроорганизмы, бактерии поражают и растения, и животных, и человека. Эти бактерии приобретают устойчивость. И наступает момент, когда зачастую мы, анализируя ситуацию, не находим эффективный препарат. Просто бывают ситуации, когда элементарно нечем лечить, потому что микроорганизм нечувствителен ни к одному препарату, ни к другому препарату. Из десятка препаратов, в лучшем случае один, обладает той или иной эффективностью. И поэтому неделя призвана привлечь внимание общественности, населения, здравоохранения, различных отраслей государственных. Это и сельскохозяйственная, и медицинская отрасль, и фармацевтическая, в том числе, отрасль, к тому, чтобы антибактериальные препараты применялись правильно. С целью профилактики развития антибиотикорезистентности, чтобы у нас наш инструмент в виде антибактериального препарата сохранялся и работал. И были возможности для того, чтобы можно было эффективно лечить. Вот, кстати, по поводу общественности вы заговорили. Я, наверное, в самом начале забыл сказать, что вы можете также звонить, уважаемые телезрители, в нашу студию, задавать свои вопросы. Если у вас есть какие-то сомнения, вопросы по поводу того, как применять антибиотики, как они должны работать и так далее, вы можете звонить. И вот из первых уст профессиональное, экспертное мнение услышать. Телефон прямого эфира 300-190. Максим Александрович, к вам такой вопрос. Вот если в целом говорить, да, вот мы и говорим о том, что неделя стартовала, да, определенные мероприятия, да, наверное, попозже о них тоже поговорим. Они будут на территории Тверской области проводиться. А вообще, в целом, вот если так говорить, об антибиотиках, о понятии противомикробных препаратов, во-первых, в чем разница принципиальная? Потому что, насколько я понимаю, если это не так, то сейчас поправите меня, да, понятие противомикробных препаратов, оно несколько шире, да, чем антибиотики. Вот. Какие вообще они бывают, антибиотики, противомикробные препараты? Ну, это такой, мне кажется, один из самых коварных и сложных вопросов, потому что он несколько студенческий, на самом деле, на него очень сложно ответить. На это вначале хотел бы, ну, поприветствовать всех коллег, потому что в это сложное время, в живую мы редко видимся, только в таких вот ситуациях. И так немного хотел еще добавить к вот сказанному Александру Сергеевичу, микробы живут на нашей планете гораздо больше, чем мы. Антибиотики появились, ну, в размерах времени эволюции, вот совершенно недавно, там, 50-е годы, там, 28-е годы, флеминг. Но и у нас вот постоянно идет борьба человека и микроорганизмов. Мы должны понять, что в этой борьбе, на самом деле, мы проиграли. Потому что мы, когда сказали, что антибиотик появился, все сказали, вау, хорошо, бактерии побеждены, там, все, пришла антибиотическая эра. На самом деле, она закончилась, и мы переходим сейчас в пост-антибиотическую эру, потому что в этой борьбе мы, к сожалению, проиграли. По поводу, что такое антибиотики, ну, это такой спектр препаратов, которые убивают микроорганизмы, бактерии. Надо сразу сказать, что антибиотики — это препараты, которые направлены непосредственно на бактерии. Они не действуют на вирусы. Это очень большое важное понятие, потому что очень иногда происходит путаница. Происходит от греческого «анти-против», «биоз», «жинь». И сейчас, как бы, слово, именно термин «антибиотики», он, как бы, уже, ну, такой, несколько архаичный стал. И применяется правильно антимикробный препарат. А если раньше были там химиопрепараты, когда там были сульфаниламиды широко использовались, сейчас они, как бы, используются редко, поэтому термин «антибиотики» — это все препараты, которые действуют, сейчас обобщают против, действуют каких-то бактерий. Какие бывают? Ну, бывают синтетические, полусинтетические. Ну, это такая уже информация для специалистов. Я думаю, нашим телезрителям, как бы, надо так, вот, ну, мы просто введем какое-то заблуждение. Но самое главное понять, что вот это нерациональное использование антибактериальных препаратов, особенно когда было раньше, там, вот у меня температура поднялась, как бы, выпью, там, таблеточку, там, азитромицина, как мы с Николаем Игоревичем сейчас как раз это обсуждали, то сейчас это ни в коем случае недопустимо, так и подходит. Ну, я бы хотел сразу включиться, и мне очень безановый слух, что мы проиграли эту борьбу. Проиграли. Я думаю, мы проиграли одну из битв, действительно. Борьба — это долгая, и пока оживаться человеческая цивилизация, говорить об этом еще рано. Я, наверное, как такой самый возрастной человек, учил в школе Багрицкого Валя Валентина, что с тобой теперь белая палата, крашеная дверь дальше по тексту, когда девушка-пионерка умирает с карлатины, понимаете? И я считаю, что антибиотики, наверное, это максимальный прорыв в медицине. Вот если так думать о том, что медицина сделала, то это, наверное, один из самых больших прорывов, который мы совершили. Да, действительно, бактерии мы не выиграли, но сказать... Паритет такой достигнут. Да, какой-то паритет достигнут. Действительно, мы, так скажем, придавили бактерии, но тут вот появляются вирусы. Максим Александрович, очень хочу поддержать, действительно, что антибиотики не действуют на вирусы, причем и антибиотики, ну вот мы говорим о рациональном антибиотикотерапии. И ведущий предложил нам давать какие-то советы, но, наверное, давать советы применению антибиотиков широкой аудитории было бы не совсем разумно. Первое, что надо сказать, что антибиотики, противомикробные препараты, действительно, чтобы не путать людей, они применяются по назначению врача. И на каждой упаковке, написано, применяется исключительно... Об этом мы, конечно, тоже поговорим, да, то есть о том, насколько бесконтрольно опасно применять антибиотики, да. Николай Дмитриевич, продолжим с вами беседу и со всеми, конечно, остальными нашими гостями. После небольшой рекламы у нас коротенький перерыв, скоро вернемся. Вы смотрите программу «Тема дня», мы работаем в прямом эфире, номер прямого эфира 3190. Говорим мы сегодня об антибиотиках, если так по-простому, об использовании противомикробных препаратов. Я напомню, что 18 ноября, вот буквально только что во всем мире стартовала неделя правильного применения антибиотиков, их разумного применения, для того, чтобы они действительно оказывали пользу, да, а не вредили организму. До перерыва, Николай Дмитриевич, вы начали нам рассказывать по поводу того, что, ну как вообще, работают антибиотики, как их правильно применять? Продолжите, пожалуйста, вообще. Вот у меня к вам такой еще вопрос, например, как оценить целесообразность антибиотиков в тех или иных случаях, чем руководствоваться, скажем так? Понимаете, проблема это системная, то есть оценить целесообразность назначения антибиотикотерапии может человек, имеющий высшее медицинское образование, или как минимум среднее медицинское образование. Я бы очень предостерегал людей от самостоятельной оценки необходимости применения антибиотикотерапии. Вот это вот наш бич, который у нас сейчас есть. Мы с коллегами сегодня обсуждали вопрос про, вот нехорошо, конечно, название, но азитромицин, который сейчас все знают. У нас информационная волна идет. И что будет с азитромицином после того, как у нас уйдет ковид? Скорее всего, этот антибиотик будет очень мало действовать, потому что люди все его знают. К сожалению, аптеки не могут обеспечить отпуск исключительно по рецепту, потому что доступ человека в аптечную сеть, к сожалению, в нашей системе сегодняшней намного проще, чем доступ человека к своему доктору участковому. Но все мы понимаем, что значит попасть к участковому терапевту, значит попасть в аптеку. Аптеки есть на каждом шагу, зайти туда несложно. Участковому нужно записаться, нужно оставить очередь. Девушка вам сразу же что-то предложит для вашего лечения. Поэтому здесь рациональная антибиотикотерапия, это антибиотикотерапия, назначенная медицинским работникам. Вот здесь бы я на этом даже поставил бы точку, потому что давать какие-то советы о том, как можно применить антибиотики, при каких симптомах начинать применять антибиотики. То есть, все на совести и в первую очередь под юрисдикцией должно быть лечащие урожаев. Несомненно, только так и никак иначе. Мы выводим первое правило, такое важное, в нашей сегодняшней передаче. Мы, конечно, в конце еще раз это все подытожим, обговорим. Но первый пункт мы уже себе записали. Прием антибиотиков только под контролем. Назначение антибиотиков исключительно под контролем. И дальнейший контроль их эффективности также осуществляет врач. Понимаете, зачастую, к сожалению, мы сталкиваемся с проблемой, когда человек начинает принимать некий препарат, ему кажется, что он ему не помогает. И человек вместо того, чтобы связаться с своим врачом и рассказать об вот этой проблеме, говорит, а, ну не помогает, значит брошу. И вот это вот на самом деле... Или же второй вариант, он ему помогает. Он говорит, помогает. А зачем я буду продолжать вот этот длительный прием? Мне уже все помогло, исцеление произошло. Вот это тоже проблема. Это все то, что ведет к нашей сегодняшней тематике. Я думаю, коллеги часто сталкивались с ситуацией, когда человек, примерно в три дня, подумал, у него все хорошо. Зачем мне продолжать? Оно же все вредное, наверное. Это Николай Дмитриевич сказал по поводу азитромедцина, который в связи с эпидемиумом Сарского-2. Такой антибиотик, который на суху. Потому что изначально были французские данные предоставлены по поводу его иммуномодулирующих эффектов. И поэтому мы все начали его активно назначать. Надо понимать, что резистентность к азитромедцину еще в 2018 году, она была порядка 70% на самом деле микроорганизмов. Сейчас мы получим тотальнейший антибиотик резистентности к азитромедцину 100%. И действительно, этот антибиотик для нас, он уже сейчас потерян. Вот все, мы должны это констатировать. И действительно, пустулат один, антибиотик равняется врачу. Это вот аксиома номер один, которую ни в коем случае нельзя нарушать. Потому что в дальнейшем мы придем к катастрофе, ну, придет цепь событий разведется, которая придет просто-напросто к катастрофе. Я бы даже уточнил, назначение антибиотика равняется, и отмена антибиотика также равняется врачу. То есть катастрофа часто вызывается из-за бесконтрольной отмены. Пропринимал, все хорошо, отменил. Вот это тоже беда. Да, тут надо понимать, что антибиотики – это такие препараты, у каждого антибиотика есть так называемая скорость киллинга, когда они начинают действовать. Это не тот препарат, это не снотворный, не наркотик, который начинает действовать сразу. У нас есть где-то, ну, вот как в клинической практике, 48-72 часа для того, чтобы вот это время, чтобы антибиотик начал действовать. И иногда как раз люди выпили таблетку и думают, что вот сейчас, через 30 секунд она начнет действовать. Нет, это должно пройти какое-то время. Поэтому либо с ранней отменой антибиотиков, либо нерациональное использование приводит вот к этому порочному кругу просто. А, Сергей Сергеевич, вот к вам вопрос в таком случае. Вот в целом, если рассуждать, в каких случаях все-таки антибиотики показаны, да, в каких они должны назначаться специалистами? Тут во многом, да, речь идет о том, что, ну, я надеюсь, это не про нашу область, у нас специалисты все знают, как назначать, да, и все, конечно, грамотно подходит. А в каких случаях антибиотики, противомикробные препараты, ну, просто противопоказаны, буквально могут человеку нанести? Ну, продолжая вот эту тему, я, конечно, безусловно соглашусь с коллегами и с доводами Николая Дмитриевича, потому что любое назначение должно быть по показаниям. Да, априори, если мы назначаем по показаниям, соответственно, если медицинский работник этого не делает, то противомикробный препарат применяться не должен. Ни в коем случае здесь не следует прибегать к самолечению. Не с целью лечения, не с целью профилактики, потому что у нас многие граждане, к сожалению, считают и убеждены, что лучшее лечение – это профилактика, и дай-ка я попью там с профилактической целью недельку какой-нибудь препарат. И мы получаем ту же самую картину, тот же самый негативный эффект, помимо снижения функции иммунитета, мы еще и способствуем развитию антибиотикорезистентности, устойчивости тех организмов, которые являются нашими постоянными спутниками, являются непатогенными для человека или условно-патогенными. Так или иначе, мы в процессе жизни обмениваемся этими микроорганизмами, и происходит их распространение. Если говорить в более широком смысле, то немножечко отойдем от темы лечения и профилактики людей. Мы говорим о профилактике каких-либо бактериальных поражений в сельскохозяйственной промышленности, когда с профилактической целью антибактериальные препараты добавляются в корма. Так или иначе, любой препарат имеет период полувыведения и так или иначе накапливается в сырье, и опосредованно мы также получаем эту нагрузку антибиотиков. То есть без осознанного применения мы так или иначе потребляем эти препараты и этот процесс, опять же, как сказал Николай Дмитриевич, носит системный характер. И здесь на каждом уровне нужно вырабатывать определенный алгоритм действий профилактики развития устойчивости к противомикробным препаратам. Это и профилактика, и лечение. На сегодняшний день есть ряд альтернативных способов лечения бактериальных инфекций. Это и бактериофаги, но по ним отдельная совершенная история, отдельно поговорим, и вакцина-профилактика. Кроме того, никто не отменял не специфическую профилактику, а в первую очередь это правила личной гигиены, мытье рук, барьерные средства защиты. Особенно сейчас в период борьбы с коронавирусом. Конечно, конечно, безусловно. Максим Александрович, если можно тогда поподробнее, вы как практикующий, лечащий врач, как специалист, расскажите вообще, какой вред антибиотики, противомикробные препараты могут нанести, в первую очередь, наверное, в случае бесконтрольного, а и б, самолечения. Тут маленькую ремарку еще добавлю. Мы заговорили о гигиене, и очень интересно стало. Обратите внимание, что учитывая вот эту эпидемию SARS-CoV-2, все начали носить маски, все начали активно мыть руки, и мы что, получили резкое уменьшение кишечных инфекций? Их практически не стало. Это зафиксировано сами, да? Да, да, да. Ну, мы просто... Мы это видим. Это какой-то плюс был, а то еще не хватало кишечной инфекции, довесок. А по поводу вреда. Ну, есть какой-то такой глобальный вред, который на макроуровне, но это мы, я думаю, чуть попозже говорим о вот этих трендах резистентности, а на микроуровне вот это нерациональное использование, мы понимаем, что любое лекарство – это яд. Это тоже мы должны признать просто-напросто. И есть различные побочные действия. Это какая-то токсичность на почке, есть определенное даже понятие нефротоксичных антибиотиков, есть, которые могут привести к развитию лекарственно-опосредованных гломирового нефритов. Есть токсичность на печень, есть какие-то токсичные повреждения соединительной тканью. Например, всем любимый наш антибиотик ципрофоксацин, который раньше использовался налево-направо, FDA, американское агентство по контролю за наркотическими препаратами и пищевыми продуктами, признало, что приводит к нарушению соединительной ткани, увеличит риск образования аневризма, в том числе головного мозга. И отозвало его от рутинного применения в Соединенных Штатах Америки. Хотя вот у нас к этому такое более лайтовое, более нейтральное отношение. Поэтому, еще раз, антибиотик, это надо тоже постулировать, это яд, который может нанести вред для организма нашего одного человека. Это раз. А второй, в глобальном плане, вот этот бесконтрольный прием не по назначению, потому что мы должны понимать, микроорганизмов их очень много. И есть антибиотики, которые действуют на этот микроорганизм, а которые не действуют. Нам надо понимать, что у нас у человека вызвано болезнью именно этим микроорганизмом, и нам надо дать тот антибиотик, который будет действовать непосредственно на этот микроорганизм. Это называется таргетная, то есть целевая антибиотикотерапия. А в случае, когда мы даем другой антибиотик, то есть мы не убиваем микроорганизм, а получаем то, что только он становится нечувствительным и так к этому, а у него появляются механизмы защитности, он понимает, что за этот антибиотик, и начинает вырабатывать какие-то ферменты, которые могут расщеплять этот антибиотик. Николай Ильич, я понимаю, вам есть что добавить, я прям чувствую, что... Ну да нет, но у меня всегда есть что добавить. На самом деле, здесь бы я бы сначала очень согласился с Пиджалом Александром Сергеевичем, что проблема антибиотикорезистентности в Российской Федерации, я думаю, лежит не только в бесконтрольном применении антибиотиков, но и, к сожалению, в контроле пищевых продуктов, которые употребляем мы все. То есть, если мы не являемся активными охотниками, и не едим только дикое мясо, то мы все покупаем мясо, а это мясо действительно уже содержит антибиотики. То есть, резистентность к антибиотику у гражданина, выросшего в России, и я вот Максим Александровичу перед передачей рассказывал историю, например, с людьми, которые выросли в России, а потом переехали в другие страны, и в других странах пытаются лечить какими-то антибиотиками, которые мы уже и забыли. Там эритромицином. Вот у меня был пример. А почему? Потому что доктор иностранный не берет в расчет, что этот человек до 25 лет жил и ел здесь. Поэтому эта проблема, конечно, здесь бы... Хотелось бы видеть в этой студии еще и людей, которые осуществляют контроль за пищевыми продуктами. Потому что они бы, я думаю, им тоже есть что сказать на эту тему. Конечно, но эта проблема не только в России, но и во всем мире. Используются антибиотики как каких-то стимуляторов роста. Максим Александрович вспомнил FDA, Food Drug Administration Соединенных Штатов, то есть комиссия по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами. Это очень строгая организация, которая старается, не во всем у них получается, не допустить на американский рынок препаратов и пищевых продуктов, которые могут навредить даже потенциально, даже в долгосрочной перспективе. Но в отношении того, что Максим Александрович сказал про яд, действительно соглашусь, любой препарат является, вот любое лекарство, я даже иногда привожу пациентам такую метафору, что, знаете, знал бы, где упасть, соломки подстелил. Вот количество соломки вокруг человека, оно конечно. И доктор, назначая некий препарат, он соломку сгребает откуда-то, и где-то вот здесь вот побольше будет. Потому что, например, вот здесь вот он не упадет, а упадет он именно вот здесь. И чтобы ему было помягче, делает вот так вот. Поэтому здесь действительно, вот может быть отчасти резюмирую, что антибиотики и назначение, и отмена по рекомендации врача, и обсуждать какие-то... Вот даже посмотрите, на какие-то таблетки мы смотрим банальные, там, я не знаю, от головной боли написано, там на вздутие живота, на антибиотиках никогда не написано. Антибиотик, написано, применяется по назначению врача. Если мы посмотрим вот эту инструкцию, там может быть что-то специальное уже написано, но на коробке вы никогда не увидите, что там от чего-то. У меня такой еще вопрос. Ведь многие врачи, они назначают после применения антибиотиков какие-то препараты, которые восстанавливают микрофлору кишечника, вот об этом. Вот это насколько правильно? Они как будто бы сразу в связке идут. Понимаете, здесь мы все-таки живем в эпоху доказательной медицины. Есть вещи доказанные, есть вещи недоказанные. То есть наша проблема, что когда пациент назначается некий препарат, пациент в нашей системе здравоохранения идет в аптеку, за свои деньги приобретает этот препарат, и никто ему никогда этого не возместит. Такова наша система здравоохранения. Есть ли бы, ну не есть ли бы, можно помечтать, конечно, можно посмотреть, например, неких других стран, где другая страховая система и препарат, назначенный доктором, в рамках лечения такого-то болезни должен возмещаться страховой компанией. Тогда возникает совсем другая система контроля. Страховая компания говорит, друг мой доктор, иди-ка сюда. Вот ты вот здесь вот назначил вот этому человеку какую-то еще витаминку его поддержать. И да, где, в каких рекомендациях ты ее видел, каким стандартам лечения она относится, и давай-ка на первый раз, так как ты вреда не нанес, ты просто ее оплати нам, и небольшой штрафик. А потом мы уже будем с тобой разбираться как бы более серьезно, если ты будешь выходить за какие-то рамки. У нас, к сожалению, контроль качества оказания медицинской помощи, он силен, он оказывается, но он оказывается только на уровне медучреждения. То есть Максим Александрович, как руководитель службы, смотрит за тем, что назначают доктора, которые находятся в подчинении. Я долгое время, руководясь амбулаторной службой, внимательно смотрел, что назначают доктора в амбулаторной практике. Но вот контроль финансового его, конечно, мне кажется, зачастую недостает. Асен Секеевич, к вам вопрос. Насколько могут быть вообще непоправимые последствия неправильного применения антибиотиков в дальнейшем? То есть вот мы о сиюминутном эффекте поговорили, а на долгосрочной перспективе для организма человека тоже какие-то последствия могут оказывать неправильный применение антибиотиков? Для непосредственно организма человека, который принимает препараты бесконтрольно, отдаленные последствия, они достаточно размыты, и сейчас, наверное, сложно так вот сказать, что может произойти. Глобально страшного, наверное, ничего. Но если вдруг произойдет заражение, скажем, не дай бог, туберкулезом, или пневмококовой инфекцией, либо менингококовой инфекцией, то есть это вот те бактерии, которые на сегодняшний день достаточно успешно лечатся с применением противомикробных препаратов, но в ряде ситуаций эти бактерии, которые инфицировали конкретного человека, могут уже обладать устойчивостью. И такие примеры есть и в нашей стране, когда люди, к сожалению, погибают от того, что ни один из применяемых противомикробных препаратов не обладает должным эффектом, чтобы справиться с инфекционным процессом в организме человека. Поэтому любое назначение, не перестану повторять, не устану, должно производиться только под контролем врача. Отпуск препаратов только на основании рецептов, выписанных врачом. И никак иначе. Потому что уже через 10 лет мы, к сожалению, несмотря на обнадеживающую точку зрения Николая Дмитриевича, вполне вероятно посмотрим, что война, все-таки те битвы, которые ведутся, скажем, между микроорганизмами и человечеством с применением противомикробных препаратов, все меньше битв будет выиграно. Потому что так или иначе микроорганизмы обладают изменчивостью, и эта изменчивость позволяет им приобретать устойчивость в ряде случаев крайне быстро. Вы смотрите программу «Тема дня», мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю, сегодня мы вместе с нашими гостями беседуем о том, как правильно принимать противомикробные препараты, как правильно принимать антибиотики. Начинали мы эту беседу втроем, да, к сожалению, нас покинул Максим Александрович Петрушин, но, к сожалению, по долгу службы, скажем так, вынужден убыть в свое лечебное заведение. Продолжаем мы беседу, я напомню, вместе с нами сегодня Николай Дмитриевич Баженов, проректор по лечебной работе Тверского государственного медицинского университета, и Александр Сергеевич Раздоровский, главный врач областного центра по борьбе со СПИД, главный внештатный эпидемиолог Тверской области. Они еще с нами, они никуда не убегут, и оставшуюся часть программы мы побеседуем, пообщаемся с ними. Ну вот мы уже так или иначе этой темы коснулись, да, но, тем не менее, хочется еще раз акцент сделать хороший на чем? На профилактике множественной лекарственной устойчивости. Что это такое, как работает, Николай Дмитриевич, наверное, к вам вопрос, рассказывайте. Ну, смотрите, мы на сегодняшний, сейчас мы сегодня здесь и сейчас говорим все-таки об антибиотикорезистентности. Ну и опять же таки, не устану повторить, чем меньше антибиотиков человек употребил в своей жизни, тем лучше они на него действуют. Могу привести личный пример, когда я недавно получил назначение от врача-педиатра своему девятимесячному сыну, то был назначен самый банальный антибиотик в минимальной дозе, и все пришло прекрасно, потому что ребенок находится на грудном вскармливании, ребенок еще не знает, что такое антибиотики совсем, и действует на него прекрасно. То есть, если бы мы оставались все вот так же девственно-чисты, то, конечно, антибиотики бы работали совсем по-другому. Я здесь еще вот этой темы стараюсь коснуться в другой своей постаси. Я кроме того, что я проректор Тверского государственного медицинского университета, я еще и сопредседатель Общероссийского народного фронта по Тверской области. И сейчас активисты народного фронта активно, извиняюсь за тавтологию, занялись вот именно мониторингом аптек и мониторингом бесконтрольного продажи антибиотиков. Потому что здесь у нас есть проблема. То есть, рецепт, который выписан врачом на антибиотик, он не контролируется, он никуда потом не сдается, так скажем. Фармацевту в аптеке достаточно его показать. И то есть, фармацевт видел, не видел это, потом уже все сходит на нет. Поэтому здесь, если говорить о лекарственной какой-то устойчивости, понимаете, она есть. Но в отношении других препаратов, вот я кардиолог в базе все-таки, и мы знаем, что лечение повышенного артериального давления, оно проводится, но с течением болезни дозы препаратов увеличиваются, так скажем, препараты меняются, резистентность, и это нормально, на жизнь хватает, как говорится, человеку вот этих препаратов. С антибиотиками все может намного быть грустнее. И действительно, ну, здесь две точки зрения. Мы можем через лет 10 натолкнуться на какую-то такую тотальную антибиотику резистентность, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть надежда, что фармпромышленность тоже не спит. Как бы не спят бактерии, эта война продолжается, какая-то курская дуга, возможно, но я надеюсь все-таки на победу. Александр Сергеевич, а вообще, почему вот так, если вот простыми словами, почему происходит вот то самое усиление устойчивости? Как этого избежать, наверное, да, первого? Главный вопрос. Бактерии, соприкасаясь и будучи подвержены воздействию антибиотиков, так или иначе, вырабатывают устойчивость посредством мутации изменения своих биологических свойств. Поэтому не зря говорят, что назначенный антибиотик должен применяться не короче того курса, который был прописан врачом. Значит, можно перебивать. Если короче, то это будет вакцинация для бактерий. То есть они вакцинируются, и потом не будет на них действовать. Прошу прощения, мысль пришла. То есть концентрация препарата в организме снижается? Или почему нужно принимать антибиотики строго по часам? Чтобы поддерживать концентрацию препарата в организме на строго определенном уровне. Если эта концентрация ниже, микроорганизм не подавляется в своей полной мере, и так или иначе его жизненные процессы позволяют ему мутировать, размножаться. И проходя несколько пассажей внутри тела человека, то есть первая генерация, вторая генерация бактерий, и так или иначе они могут приобретать устойчивость. При передаче инфекции от одного человека к другому этот процесс продолжается. И тот эффект, который был закреплен на уровне какого-то одного штамма, он транслируется уже на всю популяцию микроорганизмов в последующем. Поэтому мы говорим о том, что есть у нас штаммы одного и того же микроорганизма, но один штамм устойчив, другой неустойчив. Эти штаммы выделяются, ведется база таких штаммов. И под эти штаммы, как сказал правильно Николай Дмитриевич, фармацевтическая промышленность наша, она разрабатывает новые препараты, которые эту самую устойчивость микроорганизмов подавляют. Я бы еще добавил такой момент, что мы не всегда в амбулаторной практике можем выделить штамм чувствительный к данному антибиотику. Конечно, безусловно. Поэтому наша задача – это клинически определить максимальную долю вероятности, что у этого человека по клиническим признакам имеется болезнь, вызванная именно этим патогенным микроорганизмом, и назначить антибиотик, который работает именно на этот патоген. И сделать это без медицинского работника все равно невозможно. Без медицинского работника к чему идут пациенты? Они говорят, а дайте мне такое, чтобы погибло все. Дайте мне антибиотик широкого спектра действия. Что я буду здесь мелочиться, выбирать какую-то тагетную терапию, как Максим Александрович Дангрун, а я приму широкого спектра действия, всех на повал убью, ну да, потом поимею антибиотик резиденции, но об этом не думает никто. Плюс еще, наверное, Александр Сергеевич про это больше расскажет, как эпидемиолог, это история популяционная, это история, касающаяся не одного человека. То есть, когда ты говоришь о себе, думаешь, ну и будет у меня антибиотик резиденции, ладно, проживу как-нибудь, может, там от инфаркта умру быстрее. Но эта история касается всей популяции, и ты вредишь не только себе. И потомкам, так, если по-простому, да, говорить. И потомкам, и современникам. И современникам тоже, да. Ну вот как раз следующий вопрос у меня был как раз о последствиях, Александр Сергеевич, ну тогда чем чревато усиление устойчивости, да, ну в таком стратегическом плане? Всё-таки что может, чем может, война будет проиграна в конечном счёте? От скорлотина будем умирать. Нет, чревато появлением устойчивых микроорганизмов к действию противомикробных препаратов. Поэтому задача врача при назначении препарата не просто назначить и расписать приём этого препарата, но и проконтролировать эффективность. И мы говорим о том, что у нас граждане применяют бесконтрольно антибиотики, которые достаточно легко отпускаются через аптечную сеть. Но здесь нужно сказать, что ответственность несут и медицинские работники, врачи, в первую очередь, амбулаторного звена, которые производят эти самые назначения. Важно назначить и проконтролировать, насколько же препарат эффективен, оценить через несколько дней, действует ли препарат или нет. Потому что если он не действует, значит, нужно менять подход к лечению, менять назначение и давать человеку другой препарат. Только таким образом мы сможем рационально использовать противомикробные препараты. Я бы всё-таки сделал бы ремарку, что это солидарное ответственность не только врачей первичного звена, но и организаторов здравоохранения. Потому что врач первичного звена на сегодняшний день это человек, который принимает массу пациентов в день, который просто приходит домой ночью и падает. То есть я как бы с этим сталкиваюсь, мы сейчас студентов сильно активно пытаемся дать в помощь врачам первичного звена. Первичное звено наше работает на износ, но их не хватает. То есть это ответственность солидарно и медицинского университета, что больше проводят работу, чтобы шли люди после университета в первичное звено. Это работа, так скажем, общества, чтобы врач первичного звена был уважаемым человеком, чтобы это был самый, образно говоря, бесплатный пресс. Почему-то у нас за службу в армии квартиры дают, а за работу в первичном звене квартиры не дали ни камеру. Это уже тема другая, да, передача. Давайте вот у меня еще такой вопрос поговорим. У нас не так много времени осталось, да, порядка 10 минут. Тем не менее, хочется еще вот такую тему осветить. Антибиотики и бактериофаги. Мы частично уже об этом поговорили, да, коснулись. Все-таки в чем разница и как они работают? С появлением бактериофагов, наверное, это такое достаточно серьезное открытие было. Многие порадовались, что появилось, наконец, средство, которое будет практически со стопроцентной эффективностью действовать таргетно на конкретный микроорганизм. Но, как оказалось, к бактериофагам устойчивость развивается куда быстрее, чем к противомикробным препаратам. Поэтому на сегодняшний день единственным эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, является вакцинация. И не зря у нас наиболее актуальные инфекции входят в национальный календарь профилактических прививок. И население вакцинируется, и вакцинируется с крайне хорошим, высоким эффектом. Речь идет и о пневмококковой инфекции, о менингококковой инфекции, туберкулез, когда дети у нас получают прививку, еще не выйдя из роддома против туберкулезной инфекции. Так и ряд других препаратов вакцинных, которые призваны защитить человека от заражения бактериальной инфекцией. Ну, я правильно понимаю, что бактериофаги, они по-прежнему назначаются, они по-прежнему используются в лечении, так или иначе? Они по-прежнему используются, но, скажем так, спектр их применения достаточно ограничен, а использование с каждым годом постепенно уменьшается. В силу чего сказать сложно. Но могу сказать, что, в частности, при лечении ряда кишечных инфекций бактериофаги до сих пор эффективны и применяются, и их применение регламентировано действующими нормативными документами, санитарными правилами. Поэтому здесь, по сути, решение принимается в каждом конкретном случае индивидуально, чем лечить, как лечить, как долго лечить. И от этого зависит эффективность той тактики, которую избирает врач. Я бы хотел, Александр Сергеевич, поддержать. Он сказал очень правильное слово, которое у нас как-то обойдено, может быть, сегодня. Это слово вакцинация. То есть то, что у нас сейчас идет вакцинация и против гриппа, прекрасная вакцина против пневмокока. То есть у нас люди зачастую, ну им кажется, что как-то это меня обойдет. И я смотря на процент, так скажем, когда мы смотрим цифры вакцинации, они нас радуют. Вот, вакцинируется много людей. Когда мы смотрим этот процент к популяции, понимаем, что, наверное, это недостаточно. То есть я вот как большой поклонник вакцинации, здесь бы хотел на ней сделать какой-то отдельный акцент, что это важно. И действительно, когда у нас сейчас бесконечный разговор про вакцину от коронавируса идут, ну, друзья, давайте от гриппа-то привьемся, от пневмокока сначала, давайте потом думать будем про вакцину от коронавируса. От коронавируса... Ну вот, кстати, по поводу коронавируса, да, раз речь зашла. Ну, в настоящем времени, в настоящих реалиях, да, современных, невозможно, да, уже говоря о медицинских каких-то понятиях и терминах, не затронуть тему COVID-19. Все-таки вот применительно к нашей сегодняшней беседе, да, антибиотики в лечении и профилактике коронавирусной инфекции, насколько они... Антибиотики не используются в профилактике. Это аксиома. Антибиотики в профилактике никаких болезней не используются. В таком случае, в лечении. Антибиотики используются при лечении. Вот, к сожалению, нет Максима Александровича, который активно занимается лечением, он бы рассказал, более развернутым. Но антибиотики используются в лечении коронавирусной инфекции тогда, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная флора. И вот тогда вот надо, мы понимаем, что здесь вот надо бить еще антибиотиками. Но самостоятельный вот этот вот прием, просто понимаете, мы оказались неподготовлены к тому информационному пространству, которое у нас есть. У нас есть у всех интернет, мы все можем прочитать. И человек, когда читает, вот он, нет у него прививки от информационного потока, который на него льется. И он видит, что вот, он видит, с одной стороны, название препаратов, он в панике, потому что он видит, что со всех сторон, видит название препаратов, он видит их доступность. Он идет их покупать, начинает их принимать. То есть я здесь бы никого не винил, здесь ситуация таким образом сложилась. Но тем не менее, еще раз, антибиотики в профилактике не применяются. Может, я, Сергеевич, перебил, хотел что-то сказать? Нет, 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 я хочу сказать, что да, сейчас с развитием всех информационных сетей и возможностей, люди зачастую вводятся в заблуждение самими же сами. Когда читают информацию непроверенно, недостоверно. В случае применения антибактериальных препаратов при COVID-19, то есть это применение оправдано только в тех случаях, как сказал Николай Дмитриевич, когда присоединяется бактериальная инфекция. И таких случаев, я могу сказать, на сегодняшний день крайне мало. Крайне мало, их единицы. Когда мы видим по лабораторным показателям, мы видим по клиническим данным, когда, да, на сегодняшний день вместе с коронавирусом есть еще и какая-то бактериальная инфекция. Но таких случаев мало. И такие случаи каждый пристально оценивается, рассматривается, и антибиотики назначаются только комиссионно. Потому что, как уже ранее было сказано, что лекарство есть лекарство, да, оно помимо пользы еще и может причинить вред. Поэтому здесь оценка необходимости назначения проводится комплексное и комиссионное. Ну, значит, я просто к тому спросил, ведь многие констатируют и свидетельствуют в сети интернет, да, мы читаем, видим, что врачи, как правило, ну не как правило, но очень часто бывает, что назначают при диагнозе, при назначении диагноза ковид, да, или что не в общем-то похожем, антибиотики. Вы понимаете, и после этого человек, так скажем, выздоравливает. И есть такая психологическая ложка, эффект выжившего, который мы часто знаем. То есть, если человек принимает какой-то препарат и выздоровел, он об этом расскажет. Как самый такой яркий пример, я привожу сюда дельфинов, которые, когда тонет человек, толкают к берегу, считается, из моря. И все об этом знают и рассказывают. Откуда? Потому что те, кого дельфины толкают от берега, тот уже никому ничего не расскажет. То есть, мы знаем только истории позитивные, равно как и с вакцинацией. Мы знаем только истории, как кто-то вакцинировался и все равно заболел. То есть, вот это мы знаем много таких, и сеть интернет, про которую этим наполнена. А тех, кто вакцинировался и не заболел, он не заболел, ну потому что он человек хороший, здоровый, его Господь уберегает. Наверное, по каким-то таким причинам про вакцину уже никто не вспоминает. Поэтому здесь еще раз говорю, что когда человек принимает антибиотики бесконтрольно, пусть даже человек, который инфицирован COVID-19, и после этого выздоравливает, ну, не от антибиотиков он выздоравливает, поверьте. Ну, немножко у нас совсем времени остается, да. Я предлагаю в заключение, мы сегодня много о чем поговорили, и так или иначе с разных сторон постарались, по крайней мере, да, взглянуть на проблему правильного употребления антибиотиков. Давайте еще раз тогда для наших телезрителей и слушателей выведем основные правила, которыми нужно руководствоваться при применении противомикробных препаратов на сегодняшний день. Саня Кириллович, давайте начнем. Да, тема актуальна, и в первую очередь каждый должен для себя уяснить, что антибиотики для профилактики не применяются. Это первое. Это первое. Назначение антибиотиков только по решению врача. Отпуск из аптек антибиотиков только на основании рецепта врача. Это применение согласно той схеме, которую определит врач, с той кратностью и периодичностью, которая будет указана в назначении. Помимо медицинского применения, есть еще немедицинское применение, и здесь, наверное, рекомендация в большей степени для контрольных и надзорных органов контролировать то сырье, которое поступает на сегодняшний день на рынке, с целью минимизации рисков содержания высоких уровней антибиотиков в мясе, к примеру, либо в каком-либо другом сырье пищевом. Ну и, естественно, каждый должен понимать, что хорошей альтернативой противомикробному лечению и применению антибактериальных препаратов является вакцинация, и не пренебрегать этим способом, как на сегодняшний день одним из самых эффективных способов профилактики. Николай Миклович, что же, если можно, пару советов. Ну и можно не пару. То есть мне, на самом деле, Александр Сергеевич настолько ёмко всё описал, что даже мало что можно добавить. Ну, во-первых, наверное, я скажу, что менеджмент с древних времён не изменился. Это только кнут и пряник. И на самом деле здесь должно быть параллельное развитие службы первичного звена, чтобы человек имел возможность показаться доктору и при необходимости получить рецепт на антибиотик. С другой стороны, это контроль за аптечной сетью, который бы препятствовал бесконтрольному отпуску антибиотиков. У меня недавно, я уже сегодня что-то про детей начал говорить, старшему ребёнку прописали глазные капли, и я утратил рецепт. Имея в руках ребёнка, но не в руках рядом, имея назначение врача, я в трёх аптеках, сам всё-таки будучи доктором, просил отпустить капли, нигде мне этого не удалось. Это хорошее упражнение. Да, то есть я хорошо, что в одной из аптек дежурил врач-офтальмолог, я описал, показал ему уже назначение его коллеги, и мне выписали новый рецепт. Но вот с антибиотиками такого не происходит совсем. Как бы мне эти глазные капли никто... Я говорю, ребят, поверьте, я коллега, дайте. Мне говорят, нет, извините, но не можем. Я уже думаю, может, я выгляжу как-то подозрительно. Поэтому здесь, если ввести только тотальный контроль за аптеками, это будет нехорошо, потому что, к сожалению, граждане не всегда имеют возможность получить быстрый и комфортный доступ к своему участковому терапевту. А параллельное развитие и первичного звена, и, так скажем, контроля за отпуском, я думаю, приведет к каким-то перспективе. Ну, будем надеяться, да, Витя? Я напомню, что сегодня мы вместе с нашими гостями говорили о том, как правильно применять, принимать противомикробные препараты, антибиотики. Посвящена наша беседа была стартовавшей во всем мире недели правильного применения антибиотиков. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи!